Приступаем ко второй теме Общие основы экономического развития Основой существования и развития каждой страны является функционирующая экономическая система Именно благодаря ей обеспечивается удовлетворение потребностей населения и определенный уровень его благосостояния Как отмечал лауреат Нобелевской премии Василий Васильевич Леонтьев Экономика каждой страны это большая система Каждый элемент которой находится в тесной взаимосвязи с другими элементами Центральным звеном экономической системы служат общественное производство и воспроизводство а также процесс реализации отношений собственности Приступаем к первому вопросу нашей темы Общественное производство и воспроизводство Для того чтобы начался производственный процесс необходимо иметь три основные его элемента Или простых момента труда Предмет труда Средство труда И человека Приводящего их в движение Его живой труд Итак предмет труда Это то что человек обрабатывает То на что направлен его труд Первичные предметы труда Человек находит в окружающей его природе Лес, руду, камень и прочее Перерабатывая их Он превращает первичные предметы труда В сырые материалы Сырье И полуфабрикаты Если на первых этапах развития общественного производства Предметом труда в основном служили природные материалы То с развитием научной и технической мыслей Они все больше уступают место Предметам труда Созданным искусственно Традиционные предметы труда Также не остаются неизменными Человек получил возможность Изменять их Усиливая свойства Необходимые для производства Определенной продукции То есть создавать материалы Заранее заданными свойствами Характерной особенностью развития производства в России Является то, что Оно базируется на собственных сырьевых ресурсах В недрах нашей страны Находятся практически все элементы Периодической системы Менделеева И на мировом рынке Мы очень редко Бывали покупателями сырья и материалов И хотя по данным статистики Мы производили больше всех в мире Стали, цемента И другой продукции Наше производство Постоянно испытывало Нехватку материалов Связано это с тем Что выпускаемые материалы И полуфабрикаты Не отвечали современным требованиям Производства по качеству И ассортименту Результатом этого Является Низкое качество Выпускаемой продукции Потери в использовании Материальных ресурсов Предметы труда Обрабатываются При помощи средств труда Средства труда Это вещь Или комплекс вещей Которые человек Помещает между собой И предметом труда И при помощи которых Он обрабатывает Предмет труда В средствах труда Различают прежде всего Их основной элемент Орудия труда То есть Различные машины Механизмы Приспособления И тому подобное Простая машина Состоит из трех компонентов Рабочей машины Двигателя И передаточного устройства В условиях Научно-технической революции Сюда добавляется Еще один элемент Управляющее устройство И простая машина Становится автоматической Одновременно В процессе развития Общественного производства Отдельная машина Из простого элемента Производства Превращается В составную часть Машины Данное обстоятельство Лежит в основе Процесса Формирования Крупного Машинного Производства Именно такое Производство Но уже имеющее Четко выраженную Тенденцию К превращению В автоматизированное Производство Характерно Для современного Этапа Развития Общества Ежегодно В производстве Появляются И новые Прогрессивные Виды оборудования Но как правило В нашей стране Лишь на отдельно Взятых предприятиях И исчисляется Оно единицами Поэтому Средний возраст Машин И механизмов На наших предприятиях Достаточно Высок И составляет Более Десяти лет Это говорит Прежде всего О том Что Техническая База Нашего Производства Не соответствует Современным Требованиям Конечно На разных Предприятиях Эти характеристики Различны Но в целом Говорить о возможности Повышения Эффективности Производства Без кардинального Обновления Технической И технологической Базы Невозможно Качественные Характеристики Вновь Внедряемой Техники Производимой В стране Также Желают Оставлять Лучше Когда говорят О средствах Труда В широком Смысле То под ними Подразумевают Еще и Необходимые Условия Производства Здания Сооружения Средства Связи Коммуникации И так далее Средства Труда В совокупности С предметами Труда Образуют Средства Производства Которые На любом Этапе Развития Являются Вещественными Факторами Производства Сами по себе Средства Производства Ничего Произвести Не могут Для того Чтобы привести Их в движение Необходим Живой Человеческий Труд И поэтому Важнейшим Фактором Общественного Производства Служит Личный Фактор Человек Наделенный Рабочей Силой Под рабочей Силой Понимается Совокупность Умственных И физических Способностей Человека Трудуют Способности Каждого Человека Как известно Различны И обусловливаются Прежде всего Кажется На первый взгляд Природой Но только Ли природный Фактор Участвует В формировании Способностей Действительно Определенные Способности У каждого Человека Индивидуальны Но проявляются Эти способности Как физические А особенно Духовные Только в Общественной Жизни Процесс Развитие Человека Так Личность Развитие Его Способности Осуществляется Только благодаря Тому Что человек Общается Себеподобно Использует Весь Предшествующий Опыт Знание Человечество Фактически Способности Человека Формируются Его Воспитанием Его Общественной Деятельностью То есть Обществом И поэтому Являются Социальной Категорией Потребление Рабочей силы Есть труд То есть Целенаправленная Деятельность Человека Труд Является Не только Условием Создания И развития Самого Человека В производственном Процессе Участвует Множество Людей Но Каждый Из них Выполняет Свою Определенную Работу То есть Производство Строится На разделении Труда И Специализации Производителей Для создания Любого Продукта Необходима Определенная Комбинация Специализированных Производителей Что ведет К образованию Совокупной Рабочей силы С развитием Общественного Разделения Труда И кооперации Границы Совокупной Рабочей силы И соответственно Совокупного Работника Неизбежно Расширяются До последнего Времени Существовала Общепринятая Точка Зрения Что при Социализме Рабочая Сила Не является Товаром И существует В форме Совокупной Рабочей силы Одновременно Утверждалось Что собственность На рабочую силу Отсутствует Общепризнанная Необходимость Перехода К рынку И формирование Рыночных Отношений Неизбежно Ставят Вопрос О формировании Рынка Рабочей силы О признании Собственности На рабочую силу И следовательно И О существовании Специфического Товара Рабочей силы Процесс Соединения Факторов Производства Их функционирование Есть Процесс Производства Основополагающим Моментом Любого Производства Являются Производительные Силы Общепризнанными Элементами Производительных Сил Являются Рабочая Сила И средства Производства Это так называемые Традиционные Элементы Производительных Сил Иногда их Называют Первоначальными Производительными Силами И действительно Средства Труда Предмет Труда И рабочая Сила Человека Явились первыми возникшими в ходе исторического развития производительными сил. Но часто говорят и о природных производительных силах. К ним относятся естественные подородья почвы, судоходные реки, ветер, недр земли, лес и так далее. Исторически эти силы существуют до возникновения производства материальных благ. Но производительные силы они становятся лишь при взаимодействии с рабочей силой человека. Поэтому если речь идет о первоначальных производительных силах, то вероятно нельзя умалчивать и о природных. Дальнейшее развитие первоначальных производительных сил и процесса общественного производства в целом вызывают к жизни новые производительные силы, которые именно потому, что они возникают как результат развития общества, можно назвать социальными производительными силами. Впервые такая производительная сила возникла в виде простой кооперации труда, породившей на определенной исторической ступени разделение труда. Рассматривая эти процессы в капитале, Карл Маркс неоднократно подчеркивал, что речь идет не только о повышении индивидуальной производительной силы труда, но и о создании новой производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая сила. В современных условиях в производительную силу превращается наука. Выделившись в самостоятельную сферу деятельности, наука как всеобщее общественное знание помогает решать производственные проблемы, определяет направление развития и совершенствования общественного производства в целом и отдельных его элементов, вещественных и личных. Особенностью современной системы производительных сил является то, что все большее значение в развитии всей системы приобретает возрастание роли человека в производстве. Развитие личного фактора становится условием развития вещественных факторов, совершенствования форм общественной организации труда, использования в производстве и достижения науки. Таким образом, на современном этапе развития системы производительных сил общества рассматривается как совокупность факторов, определяющих результативность общественного труда, складывается из непосредственных производительных сил, включающих личные и вещественные элементы, и науки, превращающиеся в непосредственную производительную силу. При анализе структуры производительных сил необходимо исходить из сущностей данной категории, то есть рассматривать их как факторы увеличения результативности воздействия человека на природу. Производительные силы – это историческая категория, постоянно развивающаяся и совершенствующаяся. Развитие элементов производительных сил и совершенствование их структуры во многом зависят от социальной среды, от системы производственных отношений, действующих в обществе на каждом историческом этапе развития. Социальная форма существования производительных сил представлена производственными отношениями. Отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления производимых благ и услуг. Система производственных отношений является многоплановым, сложным явлением, и ее составляющие элементы образуют внутри нее самостоятельные, более простые подсистемы. Анализ позволяет выделить подсистемы производственных отношений по фазам воспроизводственного процесса, то есть производство, распределение, обмен и потребление, на различных уровнях хозяйствования, то ли во всем народном хозяйстве, или в отдельных отраслях, производственных комплексах, на предприятиях и так далее. А также функциональные подсистемы, такие как товарно-денежные отношения, отношения к хозрасчету, финансовые и кредитные отношения и другие. Каждая подсистема является относительно самостоятельной. В системе производственных отношений, но существует в тесной связи, взаимозависимости со всеми другими подсистемами. И все они генетически едины, так как формируются на основе собственности средства производства. Производительные силы и соответствующие производственные отношения образуют способ производства. А способ производства, рассматриваемый в единстве с надстроечными отношениями, такими как социальные, идеологические, юридические, политические и так далее, образуют общественно-экономическую формацию. В этом случае производственные отношения являются базисом, определяющим формирование надстроечных отношений. В свою очередь настройка может влиять на развитие базиса, ускоряя или замедляя его развитие, придавая ему определенную социальную направленность. В последнее время наряду с формационным подходом все чаще используется цивилизационный подход. Его сторонники считают, что в современных условиях формационный подход не позволяет понять сущность и тенденции изменений в общественном развитии. И от него нужно отказаться. Цивилизационный подход, на наш взгляд, может решить лишь задачу выяснения общих характеристик экономического развития, обосновать теорию единства, взаимосвязи и взаимозависимости развития отдельных стран и народов, показать общие социальные цели развития. Но с точки зрения экономической теории полностью отказаться от формационного подхода вероятно нецелесообразно. Это не позволит выявить особенности развития отдельных экономических систем, обоснованно прогнозировать направление их развития. Результатом функционирования производства является продукт, который может существовать не только в материальной форме, но и в форме нематериальной услуги. На каждом этапе общественного развития производству предстоит решать три взаимосвязанные задачи, что, как и для кого производить. Эти вопросы особенно остро стоят в современных условиях, когда быстро растут потребности людей, а ресурсы для их удовлетворения ограничены. Наиболее правильный ответ на эти вопросы дает рынок. Производить нужно те товары, которые пользуются спросом, которые нужны потребителю. Ответ на вопрос как производить тоже связан с рынком. В настоящее время существует множество способов производства одних и тех же товаров, значит нужно выбирать тот способ, который требует наименьших издержек, а следовательно дает относительно дешевый товар без ущерба для его качества. Такой товар доступен для потребителя и проблем с его реализацией не возникнет. Ответ на вопрос для кого производить связан с проблемой распределения доходов в обществе и их уровнем у отдельных потребителей. Поэтому для людей с низким уровнем доходов нужны дешевые товары массового спроса. Для людей со средними доходами товары повышенного качества и, конечно, более дорогие. А для высокодоходных групп населения дорогие товары престижного спроса. Закономерности выбора при решении проблемы «Что производить» отражаются на кривой производственных возможностей. Кривая производственных возможностей показывает все варианты производства двух групп товаров предметы потребления и предметы производства при различных ресурсах. Каждая точка на этой кривой показывает разные варианты. Переход от точки А к точке Б возможен только если мы откажемся от некоторого количества производственных товаров, что позволит увеличить производство предметов потребления. Точка, лежащая на кривой производственных возможностей говорит о том, что все возможные ресурсы используются полностью. Комбинация товаров точки С лежащая левее кривой говорит о том, что ресурсы недоиспользуются. А точка Д правее кривой показывает невозможность такой комбинации. Для нее просто не хватит ресурсов. Для ее достижения необходимо провести модернизацию действующего производства, тогда оно сможет работать с большей производительностью и кривая производственных возможностей сдвинется вправо. Уровень развития общественного производства всегда отражается в его эффективности. На любом этапе общество не безразлично с какими затратами достигнут результат производства. Сравнивая результаты с затратами можно получить общий показатель эффективности. Так, для создания продукта или результата необходимы предметы труда, средства труда и живой труд человека. В этом случае использование этих факторов производства отражается в частных показателях эффективности материала, емкости продукции, фонда отдачи и производительности труда и другие могут быть показатели эффективности. Они же определяют и основные направления повышения эффективности производства. В современных условиях лучшее использование материалов, оборудования и рабочей силы невозможно без применения в производстве достижения науки и техники. И важнейшим условием роста эффективности становится ускорение научно-технического прогресса. Именно он является основой развития общественного производства, достижения высоких и стабильных темпов экономического роста. для того, чтобы постоянно потреблять нужно возобновлять потребленные продукты и поэтому процесс производства непрерывен. Такой непрерывно повторяющийся производственный процесс называется воспроизводством. В его процесс включаются потребленные материальные блага, рабочая сила и производственные отношения. Процесс воспроизводства состоит из четырех фаз. Это производство, распределение, обмен и потребление. Важнейший факт фазой является непосредственное производство продукта. Ибо распределять, обменивать и потреблять нужно только созданный продукт. Производство всегда направлено на удовлетворение потребностей общества. Отсюда неразрывная связь производства и потребления. Потребление и соответственно удовлетворение потребностей полностью зависят от уровня развития и структуры производства. В то же время потребности не являются неизменными раз и навсегда данными. Они изменяются и усложняются под воздействием закона возвышения потребностей и их роста. И производство вынуждено менять свою структуру, масштабы приспосабливаясь к изменившимся потребностям. Связи между производством и потреблением опосредуются через отношения распределения и обмена. Распределение неразрывно связано с производством и даже само является элементом производства в виде распределения средств производства и рабочей силы. Особую проблему на каждом этапе развития представляет распределение чистого продукта. Оно зависит от существующей формы собственности и определяет долю различных классов, социальных групп и индивидов в произведенном продукте. Именно поэтому распределение всегда является стимулом роста производительности труда и развития производства. Распределение продукта вызывает к жизни отношение обмена. Обмен также связан с непрерывным производством, так как существует в нем в виде обмена деятельностью. Необходимость этой формы обмена возникает в связи с разделением труда. В процессе производства труд одного человека дополняет труд другого. И созданный продукт всегда является результатом совместного труда. Обмен продуктами возникает после распределения. Его цель удовлетворение потребностей каждого субъекта. Эта стадия необходима, так как потребности каждого многообразны, а каждый производитель специализируется на производстве определенных потребительных стоимостей. И чтобы удовлетворить свои потребности, он должен совершать обмен продуктов своего труда на продукты труда других производителей. Хорошо организованные отношения обмена способствуют обеспечению непрерывности и результативности производства. И кроме того, обеспечивают более полное удовлетворение общественных потребностей. В завершающей стадии является потребление, в процессе которого реализуется созданная потребительная стоимость. В потреблении также различают две формы. Производительное и личное. Производительное потребление связано с удовлетворением производственных потребностей в средствах производства и рабочей силе. Личное потребление связано с удовлетворением потребностей каждого отдельного человека в продуктах питания, одежде, жилье, обуви, предметах культурно-бытового назначения. Его основная функция – воспроизводство рабочей силы. Но кроме того, развитие личного потребления служит и стимулом совершенствования производства. После того, как продукт потреблен, возникает объективная необходимость производить данный продукт снова. Этот процесс беспрерывен. Существует воспроизводство простое и расширенное. Если объемы выпускаемой продукции неизменны и не меняются, размеры функционирующего капитала – это простое воспроизводство. Если же объемы производимой продукции увеличиваются из года в год, постоянно растет и совершенствуется функционирующий капитал – это расширенное воспроизводство. Для современного этапа развития общественного развития характерно расширенное воспроизводство. Расширяться производственный процесс может двумя путями. Если увеличение объемов производства достигается за счет создания новых рабочих мест, привлечения дополнительной рабочей силы, то осуществляется экстенсивное воспроизводство. Если же рост производства достигается за счет совершенствования производственного процесса, использования новых технологий и новой техники, то такой тип воспроизводства называется интенсивным. На практике ни интенсивное, ни экстенсивное воспроизводство не существует в чистом мире. Как правило они сосуществуют. И тип воспроизводства определяют по тому из них, который главенствует, дает большую долю прироста продукции. В нашей стране расширенное воспроизводство было в основном экстенсивного типа. Административная система хозяйства не стимулировала развитие научно-технического прогресса. Результатом этого явилось постепенное снижение темпов экономического развития, что повело к кризисному состоянию российской экономики, а последние годы к абсолютному снижению размеров производства. Конечной целью воспроизводственного процесса является удовлетворение потребностей человека. Следовательно, человек является не только условием функционирования производства, но и его конечной целью. В итоге любое производство работает ради удовлетворения человеческих потребностей, ради обеспечения жизнедеятельности человека. Развитие производительных сил общества сопровождается возрастанием возможностей решать социальные задачи общества, повышать благосостояние каждого человека. Все это ведет к росту социальной ориентации общественного производства. Одной из глобальных проблем современного воспроизводства является проблема взаимоотношения производства и природы. Любое производство взаимодействия с природой при переработке вещества природы оставляет отходы, которые выбрасываются в окружающую среду. Дым, пыль, газ, источные воды и прочее. И чем больше объемы производства, тем больше масса отходов. И тем меньше возможностей у природы по утилизации отходов. Поэтому загрязнение окружающей среды представляет собой одну из основных проблем современного производства. Вторая проблема связана с нарушением экологического равновесия в природе. Использование природных ресурсов нередко связано с уничтожением целых лесных массивов. Человек строит гидроэлектростанции, затопляет громадные лесные массивы, луга или поля, осушает болот, проводит каналы, отстреливает диких и ценных пушных зверей и прочее. Все это приводит к тяжелым последствиям. На воспроизводстве природных ресурсов необходимы десятилетия, если не столетия и большие денежные ресурсы. Поэтому в аспекте эффективности жизнедеятельности человека гораздо выгоднее для общества использовать безотходные технологии переработки, чем восстанавливать израненную природу. И в заключении нужно отметить, что в процессе непрерывного воспроизводства формируется национальное богатство, накопленные в стране результаты человеческого труда в различных формах. Субтитры создавал DimaTorzok